Девушки отдыхают Здесь жил один мальчик и его семья. Мальчик, мечтавший о славе, о том, чтобы однажды стать героем. Порой он представлял себя благородным рыцарем или могучим волшебником. А временами видел себя воином зла. Но сколько ни мечтал, он и представить себе не мог, что за судьба была уготована ему на самом деле. Девушки отдыхают Эй, просыпайся! Опять замечтался, что ли? Весь мать. Вечно в облаках видаешь. Пошел бы лучше сестру поискал, что ли. Она играет у ворот на холмовом поле. И не забудь, ты ей еще ничего не подарил на день рождения. Только не говори, что забыл про подарок. На этот раз, сынок, я тебя спасать не буду. Я лучше дам тебе по монете за каждое совершенное тобой доброе дело. Так ты быстро соберешь на подарок. А теперь ступай и веди себя хорошо. Ози потерялся. Его оставила. А ему надо заплатку поменять. А я не могу его найти. Помоги, а? Ози – это такой плюшевый милка с синей заплаткой. А вдруг твоя жена узнает? О жене моей не беспокойся. Она белье стирает. Что? Да я просто... Я впервые вижу эту женщину. Слушай, сынок, не болтай об этом. Идет. Моя жена сидит дома, а я должен быть на работе. Но человек имеет право делать, что ему нравится. Согласен? Слушай-ка, если ты сохранишь это в тайне, я тебе дам золотой. Молодец, мальчик. Вот тебе монетка. Мой тебе совет – не привязывайся ни к одной бабе. О себе заботься. Все остальное – ерунда. Ну, иди сюда, моя кисонька. Купочка-то моя. А ты меня, правда, правильно видишь? Право слово. И где это мой муж-бездельник шляется? Небось, с бабой какой-нибудь. Я ему дом содержи, детей расти. А что в ответ получаю? Кукиш! Если ты его найдешь, скажи мне, ладно? Вот как. Так я его оборотням на корм пущу. Спасибо, что сообщил, юный сэр. Ох, мать моя. Ох, вот хорошо-то. Слушай, мальчик, сделай одолжение. Мне надо сходить, ну, знаешь, по зову природы. А ты постой тут, посторожи склад. Вот, вот молодец. Просто стой между штабелями и с места не сходи. Когда вернусь, отблагодарю. Все, я ненадолго. А мой брат говорит, что в бочках на складе бывают всякие штуки. Скорей, пока мужик ходит, разбей его бочки и погляди, что в них. Если не боишься. Если ты не трусишь, как девчонка. Ну, пошли, чего поломаем. Прекрасно. Спасибо, малыш. Ты мне очень помог. Скажу твоему папаше, какой ты славный сторож. Вон он, поросенок. Я иду за ним. Ты мелкий недоумок. Помоги. Убери его от меня. Он повсюду ходит и бьет маленьких. А ты ведь сильный. Он тебя точно испугается. Больно, больно, больно. Вот так. Все понял. Не буду его трогать. Только не пей меня больше. Спасибо. Ты меня просто спас. Спасибо. Слушай, присмотри за Мишкой, чтобы с ним ничего не случилось. Так, я поймал тебя, негодник. Мне сообщили, что ты совершаешь плохие поступки. Агрессия в отношении одного или более лиц без разрешения стражи. Активное соучастие в супружеской измене. Подобное поведение не доп... Будь ты взрослым, тебя бы следов... Задумайся, мой юный друг. Стоит ли так поступать? Пока что я тебя оставлю. Но подумай о моих словах. То он тебе по дому помогает, а то яблоки таскает. Я человек слова. Так что вот тебе за добрые дела. Но не думай, что на хулиганство я буду смотреть сквозь пальцы. Постарайся не лезть в неприятности. Ради меня. Пожалуй, сынок, тебе этого уже хватит. Ты с торговцем уже говорил? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мальчишка просто не знает, что хорошо, а что плохо. Ты нашел Рози? Большое спасибо! Пойдем, Рози, поменяем тебе заплатку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одна девочка сказала, что у тебя есть сестра, и у нее сегодня день рождения. А подарка у тебя еще нет, как я вижу. У меня случайно имеется весьма чудная коробочка конфет. Улыбка на лице любой сестры гарантирована, причем всего за три монеты. Изволь, юный сэр, и поздравят меня с сестру с днем рождения. Субтитры создавал DimaTorzok Я знала, что ты мне подаришь конфеты. Все как было во сне. Пойдем домой. Мама может с минуты на минуту появиться. Подожди! Что-то не так! Разбойники! Это все по правде! Они здесь! Тебе надо спрятаться! Готов! Зло пришло воугу Квейл. Разбойники с огнем и сталью, сжигавшие и рубившие все на своем пути. Ночь озарилась кровавым пламенем. Люди кричали и молили о пощаде. И вскоре улицы были завалены телами. И вот нападавшие дошли до последнего дома, где жила семья нашего мальчика. Его-то и искали жестокие убийцы. Отец встал на защиту своих родных, но не был он воином и пал смертельно раненый. Разбойники перевернули весь дом, но мальчика так и не нашли. Его мать и сестра молчали, несмотря на все пытки и угрозы. В результате злодеи увели обеих с собой. Спрятавшись в лесных зарослях, мальчик смотрел, как вся его прежняя жизнь обращается в пепел. Он остался один. КОНЕЦ Нужно уходить. Тут небезопасно. Они все мертвы. Ты ведь не хочешь к ним присоединиться? Тогда дай мне руку. Я думал, у тебя желудок покрепче. Идем. Побереги силы, мальчик. Не со мной тебе нужно драться. Ты, может, этого не понял, но это я спас твою жизнь. В Уквейле тебе больше делать нечего. Если бы ты остался там, погиб бы вместе со всеми. Идем со мной. Меня зовут Мэйс. Я глава гильдии героев. Ты, должно быть, слышал о ней. Во всем Альбионе ты не найдешь места безопаснее и роднее. Если же тебе нужна месть, только мы сможем помочь тебе в этом. Мы пришли. Я представлю тебя наставнику. Дальше он будет заниматься твоим воспитанием. Я привел тебе нового ученика. Отведи его наверх в комнату к той девочке. На мой взгляд, на будущего героя ты не похож, но Мэйс, наверное, знает, что делает. Что ж, иди за мной. Комната у вас будет на двоих суиспер, одной из лучших наших учениц. Утром с ней познакомишься. Сейчас она пошла в лес поиграть. Пока что тебе нужно поспать. Учеба начнется завтра. Пора вставать! Это ты, что ли, сосед мой? Хм, мелковат что-то. Меня звать Уиспер. Я тут уже месяц, и до сих пор у меня была собственная комната. Хотя, ладно. Ты знаешь, что ты во сне разговариваешь. Будто тебе снится что-то страшное. Это со многими бывает первую неделю. Для некоторых она же становится и последней. И для тебя станет, если не пошевелишься. Давай, нас наставник ждет в комнате с картой. Ты же не хочешь первый день опоздать? Двигай за мной! Хм, наверное, наставнику надоело тебя ждать. Нас уже ждут на тренировочной площадке за ручьем. Пошли! Это наша лавка. Подрастешь, сможешь в ней все покупать. Сегодня я помогу. Субтитры сделал DimaTorzok Это вход в наш лес. Я слыхала, там живут гигантские жуки. Отли... Отли... Что ж, мальчик, посмотрим, выйдет ли из тебя толк. Ступай в круг. Теперь ударь чучела как можно сильнее. Продолжай, пока я не скажу, хватит. Слабовато выходит, верно? На-ка, попробуй этим. Да, так-то лучше будет. Когда ты убиваешь врага, из него выпадает искорка опыта. Она содержит знания, приобретаемые тобой за победу над врагом. Искорки эти обязательно надо собирать, а то ничему не научишься. Иди подними. Молодец, мальчик. Ну а завтра мы займемся... В кильдии бьют тревогу. Похоже, в лесу появились какие-то твари. Это возможность испытать твою силу духа. Займись этой проблемой, а я буду ждать тебя у выхода из леса. Вернешься, обсудим начало твоего обучения. Ага, наставник здесь. Ммм, наставник. Сильно. Ммм. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...